В загородном доме любая трещина, любое плохое примыкание приводит тут же к сквознякам. Квозняки это потери тепла, это потеря комфорта, лишние расходы на отопление, которые никому не нужны. Для решения проблемы плохих примыканий строительных конструкций, трещин, от раскрывшихся швов, проблем с усадочными трещинами используются герметики. Герметик, который используется на деревянном доме, должен обладать рядом важных характеристик. Мы выбрали несколько разных образцов, чтобы наглядно продемонстрировать характеристики, по которым можно понять, чем качественный герметик отличается от некачественного. Все герметики акриловые, предназначены для работы с деревом, пригодны для наружных работ. Одна из важнейших характеристик хорошего герметика – скорость первичного схватывания. Она должна быть довольно высокой. Наносим по очередной герметике, чтобы проверить это свойство. Для разглаживания используем смоченный в воде шпатель. После нанесения мы выждали 15 минут, и можем провести тест, каково произошло первичное схватывание. Непосредственно в этой площадке это можно сделать просто касанием руки, но для того, чтобы нам визуально это показать, мы возьмем обычное стандартное бумажное полотенце и с одинаковым усилием приложим его к нашим испытуемым образцам. Мы видим, что два правых герметика через 15 минут поверхностного схватывания почти нет. Он полностью остается на салфетке. Три других герметика, в принципе, прилипли не так сильно, но разницу можно видеть. Вот где произошла наименьшая деформация, там первичное схватывание лучше всего. Те же самые герметики через три недели нам дают небольшую усадку. Для того, чтобы сравнить величину этой усадки, мы можем приложить точно такую же линейку и увидеть, что разные герметики сели больше или меньше. Чрезмерно сильная усадка в некоторых герметиках говорит нам исключительно о том, что самого полимера здесь было меньше, а наполнителя больше. Вода вышла, герметик сел. Это на самом деле важно, потому что вы заполняете на самом деле трещины и швы. Если вы рассчитываете, чтобы полностью заполнить трещину, а на самом деле после высыхания, значит, эта трещина наполовину оголится, соответственно, получается, что вы купили не то, что вам нужно. В принципе, усадка должна быть. Акриловый герметик испаряет воду, соответственно, садится. У всех производителей от 10 до 15 процентов усадка считается заложенной самим производителем. Теперь подробно рассмотрим саму структуру поверхности и также сечение. Уже при ближайшем рассмотрении на небольшом таком отрезке, 20-сантиметровом, видно, встречаются на некоторых образцах пузырьки. На самом деле это не очень хорошо, поскольку такие пузырьки могут потом являться очагами последующего разрушения. Для того, чтобы посмотреть сечение, мы сделаем небольшой разрез по трафарету. Каждого образца одинакового размера. Мы вырезали образцы и можем на этих срезах посмотреть, насколько герметики в своей структуре отличаются друг от друга. После выдержки 15 минут, после поверхностного схватывания этого герметика, мы проведем тест на водостойкость. Для этого каждый образец поместим в воду на одинаковый уровень и на одинаковое время. Через 15-20 минут образцы достаем из воды, и уже будет виден результат. На самом деле то, что части герметика размываются, видно уже по мути в самой воде. Разные образцы у нас выглядят совершенно по-разному. Хороший герметик не должен разрушаться при попадании на него воды. Иначе любой косой дождь в первые часы после нанесения может испортить всю работу. Небольшое набухание, само собой, этого нельзя избежать, поскольку продукт водный, значит, он может еще как давать, так и небольшое количество впитывать. И эти образцы, значит, они у нас тоже выстояли достаточно неплохо. Для следующего теста мы приготовили такое небольшое устройство. Это на самом деле обычная строительная струбцина. Единственное, что установлено на станине. Значит, вместо того, чтобы сжимать, мы будем растягивать наши образцы, значит, и потом их извлекать для того, чтобы строить между собой. Берем образец, вставляем в наше устройство, растягиваем на нужную величину. Значит, таким образом мы растянули на 100% и помещаем нашу распорку. Да, видно, что с этим герметиком нужно спешить, пока не произошла катастрофа. Посмотрим, как будет выглядеть остальные. Определяющим свойством герметика может являться не его эластичность, а, как я вначале сказал, это прочность самой пленки. Самое главное, характеристик герметик, чтобы он держался на этой поверхности, на которой он нанесен. То есть мы брали чистое дерево, все образцы одинаково обеспылены, отшлифованные, у них одинаковое качество поверхности и все. Если этот герметик имеет плохую адгезию к дереву, это плохой знак. Однако полностью вычеркивать из работы этот герметик нельзя, поскольку мы рекомендуем и очень часто в реальной жизни окраска, герметик наносится по окрашенной древесине. И адгезия к окрашенной древесине может быть вполне на уровне даже у этого образца. Тем более, что эластичность у него вполне достойная. То есть та часть, которая не успела оторваться, она тянется вполне себе прилично. Никакой, собственно, деструкции на этом образце мы не наблюдаем. На этих же самых образцах мы сейчас проведем еще одно исследование. Для этого аккуратно извлекаем распорки и позволяем нашим образцам вернуться в исходное положение. Если материал не потерял своей эластичности, он будет стремиться вернуться в исходное состояние. Мы сейчас через небольшой промежуток времени это зафиксируем. Кстати говоря, модуль возвратной деформации у этого герметика достаточно на неплохом уровне, поскольку он полностью вернулся в первоначальное состояние. Значит, все герметики были первоначально сделаны одним и тем же сечением, и практически после разрыва он вполне быстро реабилитировался. На самом деле, результаты заметны буквально через 1-2 минуты. Мы исследовали образцы, на каждом из них был специфический номер. Не будем делать никакой тайны. Это всего-навсего оптовая цена за килограмм на 1 декабря в рублях. Внимательно отнесясь к выбору герметика, вы сможете заполнить швы, вылечить трещины в деревянном доме, и вашим доме будет тепло, сухо, комфортно, долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok